Друзья, ну как еще могла отреагировать погода на новость о том, что мы решили начать здоровый образ жизни с сегодняшнего дня? Конечно же, снег пошел сразу. А по Сан-Денису, полетела. Сейчас отведу Ангелинку на автобус, в садик, и буду будить уже толстушку Соню. Вот так вот опасно менять свою жизнь резко. Сразу видите, какая реакция у Вселенной. Всевышний не хочет, чтобы мы худели. Опаздываем. Ангелина встретилась с друзьями. Она с одним из них дружит лучше, чем со вторым. Вот, поэтому даже под свой зонтик его взяла. Для начала я сейчас поставлю вариться рис на обед, но рис этот будет не белый, а вот такой вот коричневый, не чищенный рис. Как вы знаете, белый рис довольно вредный, ну, по крайней мере, совсем не полезный для здоровья. А вот такой вот коричневый рис, он очень полезный. И да, я вот купила такую рисоварку недавно. Я искала рисоварку специально с функцией Толь Сот Пап. Толь Сот Пап, это, как вы знаете, в каменных таких кастрюльках, когда варится рис, и он пригорает снизу. И вот эта корочка из риса, это самое вкусное, что есть в рисе. И я искала вот именно рисоварку с такой функцией. Эта рисоварка делает вот такую корочку поджаренную снизу, так же, как каменный горшок. Вот, и я хотела с этой функцией, но взять что-то такое подешевле, как обычно, да, подешевле. Но когда я увидела вот эту рисоварку, я даже не стала смотреть на то, сколько она стоит. А стоит она дороже всех вообще остальных рисоварок, какие только могут быть. Вот, но она матовая, она черная, и мое женское сердце дрогнуло, и я не смогла устоять перед этой рисоваркой. Все остальные там какие-то, знаете, такие хромовые, блестящие, обычные. А эта такая матовая, черная, ну как я могла мимо нее пройти. И да, она варит рис под давлением, под большим. Поэтому рис в ней получается просто бомбически. Очень много режимов, тут вот целая книжка есть, сколько блюд в ней можно готовить. Очень-очень много всяких разных блюд. Ну, в основном корейцы только рис варят в таких машинках, конечно. Вот, тут все с рецептами, с картинками, книжка. И стоят рисоварки в Корее довольно дорого. Например, вот эта рисоварка, она стоит около 700 долларов в магазине. Рис мы хорошенько промываем. Обычно где-то 5 раз надо промывать, 5 раз сливать воду в среднем. Но это еще зависит от того, насколько чист или грязный рис у нас. Обычно он такой коричневый рис, он чище, чем белый. С него нету столько крахмала. И можно, в принципе, раза на 3 его помыть. Все, белый рис мыть нужно гораздо больше. Рис укладываем уже в рисоварку в нашу. И наливаем необходимое количество воды. Здесь все подписано, для какого риса, сколько воды, на сколько стаканчиков. В общем, все пропорции написаны. Поэтому с вами ничего измерять не нужно. Очень удобно. Все, воды налили. И закрываем. Так как, видите, она под большим давлением готовится. Готовится. Так, сейчас. Пекну, пекну. Хионный. Пятьдесятный нос. Все, пока наш рис варится, мы побежали на пробежку. Хоть и снег на улице, но что делать? Вставай. Вставай, 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 Тушка. Вставай, давай. Вставай. Вставай, бегать пошли. Бегать пошли. Быстро. 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 Попытка номер 2. Вставай, бегать пошли. О, ты куда пошла? На пробежку на лифте? Давай, быстро на лестницу. Вот хитрая, а? Так, спорт начинается. Уже отсюда. Побежали. Вперед. Куда так быстро? Чуть помедленнее, кони. Чуть помедленнее. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вставай давай! Ура! 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 Да, первая пробежка должна быть щадящей, короткой. Это я знаю точно. Да, это чтобы не надоело быстро. Когда мы первый раз переехали в опаты, которые стояли у подножья горы, большой-большой такой. Это еще было в другом районе. Муж, когда увидел эту гору, он сразу сказал, Ура! Теперь я каждый день буду утром в гору ходить. И что вы думаете? В первый же день он пошел и дошел до самой макушки. Там, по-моему, 800 метров была гора. И он в первый же раз дошел до самого до конца. И все, это был первый и последний его раз. Больше он в гору не ходил. Поэтому нужно начинать с малого. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Сто прыжков на скакалке. Вчера приходил к нам дом управляющий за какими-то подписями. И Софья вышла в коридор. И он такой спрашивает у нее, ты в каком классе учишься? В шестом, наверное? Она говорит, нет, вообще-то в восьмом. Он говорит, а что такое маленькое? Тебе нужно на скакалке больше прыгать? Хочешь, говорит, я тебе скакалку подарю? Короче, все переживают сейчас, что Софья слишком маленького роста. И да, корейцы считают почему-то, что прыгая на скакалке можно подрасти. Я такое сейчас на первый раз услышала. Я думала, что нужно в бассейн как минимум походить. Или на какой-нибудь волейбол. Но в Корее считается, что и скакалки достаточно. Посмотрим. Самая маленькая в классе. Она, я не знаю как... Супя, но кем я сейчас? ПЕСНЯ 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 154 сантиметра для восьмого класса. Вот в Корее это у нее самый-самый маленький рост. Потому что в Корее дети сейчас все переростки просто нешуточные. А еще? Все? Ну все, пошли. Проголодалась, наверное. Пришли с пробежки. И сейчас я буду делать вот мисуткару. Это такой злаковый коктейль, который мы вчера купили заранее специально. И сейчас вот такой коктейльчик нам сделаю на завтрак. Рис наш еще варится. Для этого нам понадобится обычная бутылочка вот такая, в которой мы все дрын-дрын-дрын вот так пошейки, шейки-шейки. Перемешаем и все. Никакого миксера не надо. Она довольно быстрая и удобно растворяется без проблем. Вот такой коктейль у нас получился. На вкус это, конечно, не очень, наверное. Но зато очень полезно. София, айди пей! Да ладно, не такая уж и гадость. Чунь-чуни маща, чунь-чуни, кинь-чуна. И на вкус он нормальный. Просто злаки перемолот. И ничего страшного нет. Орешками просто какими-то отдает. Но неприятно пить, потому что в горле как бы першит. Потому что там вот эта вот как бы... Сама структура неприятная. Ве? Не, на самом деле вкусно, мне нравится. Как соевое молоко, да. На вкус как соевое, вот такое бобовое молоко. Спортсменка наша не дождалась обеда, естественно, так как она не смогла мисут корой туда пить. И у нее ранний такой обед. Вообще смысл нашего похудения не в том, чтобы ограничивать себя в еде и голодать, а смысл в том, чтобы не очень полезные продукты заменить полезными. Убрать всякие вредные продукты, такие как, например, лапшу быстрого заваривания, вот эту вот, или, например, рис белый заменить вот таким коричневым рисом. И просто питаться много, есть много, но есть только полезную пищу. И посмотрим, как это подействует. Что у нас здесь? Здесь у нас ким без обжарки в масле. Как вы знаете, корейцы любят такой обжаренный в масле ким с солью. Но это другой ким, это просто высушенный, без никаких, без масла, без соли. Вот, его вмокать нужно в соевый соус. Здесь у нас коричневый рис, это Софьина любимое блюдо, крабы в соевом соусе замаринованные, свежие. Здесь просто овощи, кимчи и корень лотоса. Приятного аппетита! Спасибо! Я начала пожарить рыбу, это порик кульби, это такая подсушенная рыба слегка, на ветру она подсушенная. И ее я сейчас пожарю просто в духовке. Она, в принципе, уже подсоленная, ее просто я сейчас снаружи натру вот таким оливковым маслом слегка-слегка совсем, чтобы она не пригорела к пергаменту. Заверну вот сюда в пергамент и поставлю в духовку. Включаю духовку на 220 градусов и где-то на 18-20 минут. Поехали! Что, друзья, наша рыба готова, давайте посмотрим, что у нас получилось. Та-дам! Вот такая аппетитная рыбка. И это мой обед, друзья. Не хочу даже рис, просто у меня рыба и брокколи. В последнее время подсела на брокколи, как на наркотик. Просто вот по такой чашке съедаю за один присест. И да, у меня сейчас вообще сидячий образ жизни из-за ютуба. Я постоянно сижу за компьютером, некуда тратить свои калории, поэтому и аппетита особо нет. И вот это вот мой обед. На ужин еще сниму и покажу, что мы будем есть на ужин. Наша диетчица завалилась поспать на обезьянный сон, а я пойду за Ангелинкой. Заставила детей есть брокколи. Ну как заставила, я им предложила, они едят. Просто пришпаренный такой брокколи. 30 секунд варю ее в кипятке. Они едят, главное, апельсин и брокколи вместе. Мощь сой, или что? Оренди, как и могут мощь сой? Съем. А княгры? Они уже орешков всяких наелись. В общем, у них тоже сегодня диета. Никаких печенюшек, никаких шоколадок, фрукты, овощи и орехи. Ну, главное, что они уплетают за обе щеки, дети молодцы вообще. И не просят никаких шоколадок, никаких печенек. Молодцы! Так держать! Ура! Друзья, на ужин детям я собралась варить кашу чук. Это корейская такая каша, которая варится на мясном бульоне, как правило. И вот здесь у нас рис. Рис идет только белый. Вот. Идет куриная грудка мелко порезанная. И мелко порезанные овощи. Здесь у меня брокколи, кабачок, морковка и лук. Из этого всего мы сейчас сварим кашу. И это будет такой диетический, ну, почти, почти диетический у нас ужин. Вот, дети пока разносят квартиру. Наша каша готова. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вау! Друзья, себе и мужу на ужин я буду варить сегодня чонгукчан. Вот такую готовую пасту я уже купила. Это очень ферментированная паста. То есть есть тюэнджан суп, это из ферментированной пасты. А есть чонгукчан, это еще с более очень сильно-сильно ферментированной пастой. И, да, специфический запах. Но мы настолько это любим, что просто не можем. Не можем без этого супа уже. И здесь паста, да, идут какие-то овощи, перчик и какие-то травки уже внутри. Готовая такая она продается уже. И также туда положу свиртофу. И вот такие вот туда идут овощи. Это будет наш ужин. Добавить. Все это хорошенько размешиваем. Одной рукой, как вы понимаете, не совсем удобно. Нужно убавить немножко. Это типа японский мисо, но японский мисо суп, он не такой вкусный. Очень-очень сильно далеко не такой вкусный. Он как бы такой-то искусственный мисо суп. Может, я, конечно, правильно не ела, но то, что здесь подают в ресторанах мисо суп, это просто вода какая-то. А это прям такое насыщенно идет очень-очень много там полезных. Да, это вместо йогурта, вот это ферментированные все вот эти корейские панчаны и супы. Это идет вместо йогуртовых. Так, у меня звонит телефон, прошу прощения. Друзья, позвонил муж, сказал, что сейчас придут нам менять фильтры вот на эту штуку. Нам меняют раз в два месяца. По-моему, фильтры здесь вот стоят, которые воду фильтруют. И да, на чем я остановилась, что вот эти ферментированные продукты, они замещают йогурты, пробиотики так называемые и то, что полезно для кишечника, для желудка. И корейцы очень много едят такой пищи, они ее едят каждый день. И поэтому-то они и живут долго и счастливо. Немножко толстый сюда. И специальную такую травку. Я не знаю, как она называется, если честно, на русский язык. Это такая травка с корешками, видите, идет и корень, и ботва все вместе. Вот такой прелестный ужин у нас будет. Но потом еще сниму пончаны и все там, как у нас будет выглядеть. Ангелина за своим любимым занятием. Вот проложила из полотенец себе красную дорожку. И как вы думаете, что она делает? Моет ножки. Она наливает все туда шампуни, все, что есть. И моет ножки, вот так может часами сидеть, я не нравится. Я не могу с этой девки. Соня, ты что делаешь? Соня тоже, как всегда, своим любимым делом занята. Это вот такие наши будни. А то только еду снимаю, скажите, что мы только едим и больше ничего не делаем. Но на самом деле физической нагрузки минимум. Сейчас мы пойдем погуляем вечером. Кушать, подано, садитесь, жирать. Что значит спит? Я ей кашу наложила, она спит. Уа, вкусненько. Это так, что вкусно. Это так вкусно. Да, вкусненько. Не вкусненько. Ангелина, Софья вспомнила эту кашу, потому что, когда Ангелинка была маленькая, первая ее каша была вот такая. Я варила именно так, с такими овощами, с курицей. И Софья всегда доедала. Ну, как доедала? Она почти отбирала у Ангелину всю кашу, она так ее полюбила. Короче. А Ангелина каша теперь не знает. Ангелина заснула. Как так? Гелик. Гелик, пойдем кашу есть. Ждала, ждала и не дождалась. Гелик. Чук мокчачу. Вот кому никакая диета не нужна. Все разворотила здесь. Все, что можно было. Жесть. И спать завалилась. День никогда не закончится. У нас сейчас 10 часов вечера. Ангелина проснулась и говорит, хочу кашу. Друзья, муж тоже сел ужинать. Я его не дождалась. Поужинала до этого. Часов, наверное, в 7. Вот. Муж всегда очень поздно ужинает. И вот так выглядит его ужин. На сегодня я, наверное, прощаюсь. С вами. И до завтра. Пока-пока. Пока-пока.